Здравствуйте, немного решил прояснить ситуацию с квартирами ЖИСК. Допустим, ситуация, когда продавец приобретал квартиру по ЖИСК, то есть он участвовал в кооперативе, был его пайщиком и, соответственно, постепенно выплачивал свой пай, чтобы приобрести объект недвижимости. Так вот, если такой продавец продает в дальнейшем свой объект недвижимости, то необходимо проверять, не был ли он в период выплат своего пая, то есть период приобретения квартиры. В браке. Почему это важно? Даже несмотря на то, что, допустим, с периода брака прошло 10 лет, 20 лет, это абсолютно не важно. У нас по общему правилу применяется трехлетний срок исковой давности и половина риэлторов может сказать, что срок прошел, как бы и тут не стоит бояться супруга, что он начнет что-то оспаривать. Однако, это совершенно не так. У нас 38-я статья Семейного кодекса действительно устанавливает трехлетний срок исковой давности для оспаривания отчуждения общего имущества. Однако, Верховный суд у нас в 98-м году в постановлении 15 от 5 ноября 98-го года сказал, что трехлетний срок начинает течь с момента, когда была совершена эта сделка. То есть, если супруг узнает, что второй супруг продал квартиру, приобретенную в ЖСК сейчас, а, соответственно, платежи, которые были совершены, они были совершены в период брака, хотя бы один платеж, это приводит к тому, что формируется общее имущество, и именно это общее имущество супруг может захотеть делить спустя и 20 лет, получается. А если этот продавец продает объект недвижимости и покупает что-то еще, то есть, он не получает деньги от продажи этого объекта, фактически сразу их вкладывает, У второго супруга не останется никаких вариантов, кроме как оспаривать эту сделку, чтобы вернуть свое, поскольку вернуть деньги он уже не сможет, эти деньги уже вложены в новый объект недвижимости. Соответственно, с такой историей можно прилипнуть на длительный судебный процесс длиной в месяцев 8 и, соответственно, на ровном месте просмотреть такую сделку. Я поэтому и обращаю на это внимание, мы такие вещи недавно выявили, и риэлтор нас убеждал, что 3 года прошло и все в порядке, когда мы ему сказали, что, в общем-то, не все в порядке, и супругу надо побеспокоить и получить от него согласие на продажу этого объекта недвижимости, он начал возмущаться, что за это лишняя справка, она не нужна и так далее. Но мы четко отслеживали интересы собственного клиента и не давали провести такую сделку, пока это не будет отрегулировано. По результатам риэлтор посоветовал со своими старшими коллегами и признал, что мы были правы. Получил эту справку и сделка прошла. Соответственно, этот риск был устранен путем получения этого документа. Вот такие истории бывают на рынке недвижимости, это что касается сделок с продавцами, которые приобретали объекты в ЖСК, в жилищно-строительном кооперативе. Поэтому смотрите за своими рисками при совершении сделок, особенно когда речь идет о крупных сделках, таких как объекты недвижимости. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.